Сегодня наша страна отмечает один из самых любимых праздников россиян – праздник со слезами на глазах – День Победы. Еще живы герои Великой Отечественной войны. Они даровали нам мир и спокойствие. Фронтовичке Марии Михайловне Кузьминой из поселка Заокского 95 лет. На фронт она пошла 18. С ней встретилась наш корреспондент Анна Степанова. 22 июня 1941 года началась самая страшная, самая близкая, самая дорогая Великая Отечественная война. На рассвете войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям. Именно этот день поделил жизнь десятков миллионов человек на до и после. Война. Это слово несет в себе много боли, слез, смерти и потерь. Еще наши бабушки и дедушки в далеком 1941 году боролись за то, чтобы мы с вами жили счастливо и мирно. И сегодня мы хотели бы вас познакомить с одной удивительной женщиной, служба которой позволила нам с вами жить в мире. Пойдемте и познакомимся с ней. Наша съемочная группа пришла в гости к ветерану Великой Отечественной войны Марии Михайловне Кузьминой. В этом году ей исполнилось 95 лет. Мария Михайловна рассказала нам о том страшном времени и о том дне, когда она узнала, что началась война. Я была в другой деревне у сестры, у них там радио, а у нас ничего не было. И там объявили войну. И вот день был замечательный, солнышко, я помню, такой день тихий, хороший. И я оттуда иду к маме домой. А у нас брат был в армии, на действительной службе, он с 22-го года. И был он в Могилеве, Белоруссии, как раз вот на границе там. И я иду оттуда, а сама думаю, с какой же я иду новостью к матери. Я пришла к ней и говорю, мам, началась война. Она как заплакала. Сегодня 22-го июня, 4 часа утра. Без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Мне исполнилось 8-го апреля 42-го года. Исполнилось мне 18 лет. И вот тут меня позвали в райком комсомола и в военкомат. Милые мои, ведь в такой страшной войне, я не знаю, всякой может быть, но если бы не было стойкостью наших солдат, не было бы верой в победу, вряд ли одержали бы на победу. Вряд ли. Поэтому всем надо быть верным в своей стране, своим идеалам. И главное, если ты попал в армию, а это надо быть всем, пройти эту армию. Армия для меня, вот, например, она мне дала очень хорошие уроки. Я так захотела после этого учиться, что после армии я и в институт попала, и академию Тиберязевской кончила, хотя у меня уже был ребенок, и я имею высшее образование. Вот после этого, прям вот после армии, поняла, что надо учиться, надо обязательно. В любой обстановке, какой бы вы ни находились, находить в себе силой, преодолевать препятствия всякие, и не терять мужество, не терять стойкости, не терять веру в Родину, а быть всегда, вот, всегда тому, что ты долг должен выполнить свой. Девятый день последнего месяца весны. Значительный и важный праздник не только для российского народа, но и многих людей нашей планеты. В этот день мы радуемся и поздравляем друг друга с победой, вспоминаем и скорбим по погибшим в ту нелегкую пору, вытираем слезы радости, когда просматриваем фильмы о великой победе, и восторгаемся, смотря парад на главной площади страны. Память о погибших, уважение к бесстрашным ветеранам и гордость за их непосильный подвиг будут жить в наших сердцах вечно. Анна Степанова, Андрей Балкан, Михаил Шевцов Специально для своих новостей.